друзья всем привет сегодня я хочу показать вам необычное такое вот блюдо которое мало кто слышал начну издалека те кто видели название да именно это и будет но хочу с предыстории сейчас лето появились фрукты овощи салаты всякие там айсберги шпицколе ну острые такие китайская там пекинская капуста короче неважно всего полно и это все стоит недорого летом многие любят готовить приготовить и кушать салаты лично я люблю особенно в жиру как у нас сейчас уже неделя стоит но многие очень еще любят и фастфуд и один из них это макдональдс который известен в россии сейчас вкусная . и вот big mac обожаемые любимые многими но это все можно соединить и получится салат big mac или big mac как по-русски если сказать вот этим мы сегодня и займемся я покажу как приготовить подобный салат но перед тем как начать я пожелаю всем приятного аппетита все кто кушает пьет чай пожалуйста наливайте кушайте я думаю что ролик не будет сильно длинны в отличие от гамбургера который big mac это блюдо оно содержит меньше калорий содержит меньше жиров меньше углеводов то есть вообще мало того что это вкусно это еще и полезно так что нет причины отказываться даже попробовать этот салат начну я с обжарки фарша фарш у меня 400 грамм говядина но если вы потянулись уже за ручкой и листочком бумаги чтобы записывать все граммовки то этого не стоит так делать потому что в описании под роликом все будет так что проходите заодно если вам понравится ролик поставьте палец подпишитесь дерните колокольчик мы с вами всеми уже движемся заветные цели то есть к первой тысячи подписчиков но я продолжу чтобы обжарить фарш я буду использовать обычное растительное масло причем много его не надо если вы любите более такое жирное конечно то возьмите и смешанный фарш но в говяжьем меньше содержится жиров и как лично мне на мой личный вкус она вкуснее так что включая плиту и уже сразу сюда отправлю фарш фарш сразу стараюсь разделить как можно лучше сейчас он начнет обжариваться и тогда я постараюсь разделить его как можно на меньшие вот такие вот комочки пока не солю не перчу просто масло сковорода и говяжий фарш и заготовок которых я сделал заранее это я взял две луковицы красного лука нарезал тонким полукругом вернее даже четвертинкой и взял корнишоны можно взять любые другие огурцы маринованные и вот здесь вот у меня четыре столовые ложки мелко вот такого кубика из корнишонов сначала я обжарю мясо чтобы не мешать по его вот этими звуками ну и плюс к тому я дам ему немного остыть после обжарки вот когда фарш уже весь потемнел часть влаги уже из него которая была выпарилась он начинает обжариваться то пришло самое время его немного посолить также добавить перца и абсолютно по желанию добавить сухого чеснока я добавлю обжаривать стоит такое до хорошего состояния но не прям до состояния подошвы что это будет как будто вы какие-то бусины нет хорошо прожарить надо мясо обжарилась теперь стоит охлаждается и я начну приготовление соль этого соуса бик мэк извиняюсь бик мак так будет понятнее а то как утка как об этом бик мэк бик мэк замешивать буду в чашке это максимально приближенный к оригиналу на мой взгляд вкус хотя я в макдональдсах пытаюсь крайне крайне редко для этого соуса я беру две ложки майонеза две столовые ложки кислых сливок ну по-немецки называется акзаурезаны это может стать аналог такой сметаны она достаточно вот жидкая и всего десятипроцентная жирность у нее рассказал две ложки две столовые ложки горчицы у меня такая нормальная обычная можно сказать не сильно острая вы поступайте по своему усмотрению если хотите прям острее то берите острую хотите вдруг у вас есть дижонская да возьмите дижонскую можно взять томатную пасту можно взять как у меня самый обычный томатный кетчуп томатную пасту берите ту которая вам нравится можно взять кстати перри просто перетертые томаты есть добавлениями со всякими но кетчуп от обычного томатного я отправляю сюда 3 столовые ложки сюда идут вот эти вот мелко измельченные огурчики как я сказал все будет в описании но мне тут примерно три с половиной столовых ложки и суда же теперь надо добавить рассола вот это маринада примерно 3 столовые ложки этой водички для приятной кислинки я беру винный уксус у меня вот тут в рюмочке налита чтобы не светить не такие фильмы сначала добавляю 4 это рюмочки но это стандартная рюмочка добавляю соли сюда также перца и сухого чеснока можно добавить и выжать через пресс обычный свежий чеснок и теперь все это перемешивают заправка соус получился просто фантастика если вы хотите сделать для бургеров то я себе соус бикмэк делайте так же только не добавляйте уксуса и жидкости надо брать чуть поменьше при этом вот эту сметану можно исключить делать только на майонезе когда будет более кустой соус но пока я это тоже отставляю в сторонку чтобы она настоялась немного приберусь и переходим уже непосредственно к салату но сам салат делается достаточно таки просто надо взять айсберг салат можете взять другой конечно но именно здесь подходит очень очень хорошо айсберг салат вот у меня маленький такой качанчик я отрезаю и делаю такие удобные для поедания куски и сразу отправляю это все в чашку так сделаю наверное три четверти этого качана качанчика к салату я сразу отправляю нарезанные две красные луковицы можно нарезать по вашему усмотрению не только четвертинкой кольца можно полу кольцом кольцом откуда-то у меня такой говор появился либо же вообще сделать кубиками мелкими вот мясо подостыло и я сюда отправляю мясо весь фарш силиконовой лопаткой очень удобно вычищать все хорошо со сковороды вы это об этом конечно же уже знаете следующим этапом надо взять вот такой вот стакан отмерить туда огурцов и потом поступить с этими огурцами маринованными как я хочу повторить у меня корнишоны нарезать их можно на кружочек но мне нравится полукольцом можно взять кстати и кто хочет проэкспериментировать и со свежим огурцом то есть на такие вот небольшие полукольца я нарезаю весь стакан этих корнишонов следующим этапом я нарезаю в чашку томаты 4 штуки таких достаточно хороших пахнущих обалденно на способ нарезки томатов сюда можно нарезать кубиками пожалуйста можно нарезать дольками ваше право можно вообще просто взять вот эти вот маленькие черри или коктейльные у нас есть они чуть больше чем черри но имеет другой вкус наполовинку и туда же так что тут полностью только ваша фантазия то есть я буду нарезать наверное вот так вот таким способом ну какой же битмак без сыра вот поэтому сюда нужно взять я взял уже натертый чеддер если у вас есть можете взять в куске крупной теркой натереть либо взять какой-то вкусный сыр по вашему вкусу нарезать его мелкими кубиками или натереть на крупной терке и отправить сюда же у меня здесь 200 грамм то есть же сыр я отправляю в чашку теперь сам салат совсем немножко надо посолить поперчить или поперчить кому как нравится чеснок сейчас уже я добавлять не буду но прежде чем заправлять все вот этой вот подливкой вот этим соусом этот соус нужно попробовать на соль на перец на полностью по вкусу посмотреть а если вам будет сильно кисло добавьте немного сахарку но прежде чем добавлять я перемешаю все в чашке салат я перемешал вкусный я его попробовал естественно он сам по себе уже вкусный но теперь надо взять и полить это все соусом ну вот бик мэк и готов тадам сейчас это я уже не удержу сейчас сейчас ребята сейчас и итак резюме салат со вкусом бит мака отлично обалденно невероятно это так как это вот пушка бомба и к тому же еще мало калорийная с мало содержанием жира и углеводов пожалуйста чем не пища для лета попробуйте попробуйте это вкуснотища блин это взрыв мозга ну а с вами как всегда был я димитрий если кто-то еще не знаю то проходите по ссылке в описании в телеграм телеграм-канал либо в телеграм-чат если кому-то надо какие-то вопросы мне задать задавайте там без каких-либо проблем ну а как всегда мы с вами уже скоро увидимся с новым рецептом до скорых встреч друзья пока пока